Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Матфея. Первые 11 стихов 18 главы. Послушаем это евангельское изначало на церковно-славянском языке. Во время Оно приступиша ученицы ко Иисусу глаголюще, кто у баболи есть в Царстве Небеснем, и призвав Иисуса трача, постави е посреди их и рече. Аминь глаголю вам, аще не обратитесь и будете, яка дети, не внилите в Царство Небесное. Иже, Бог, смирится, яка отрачасие, то есть боли во Царстве Небеснем. И иже, аще примет отрача такового имя Мое, Мене приемлет. А иже, аще соблазнит единого малых всех верующих Мя, уни есть ему, да обесится жерно фасельский на выего, и потонет в пучине морстей. Горе миру от соблазн, нужда бы есть прийти соблазном, обаче горе человеку тому, им же соблазн приходит. Аще ли рука твоя или нога твоя соблажняется от сицыю и верзи от себе. Добрейше ти есть в нить в живот хрому или бедну, нежели две руцы и две нози имущу, в вержину быти во огонь вечный. И аще око твоя соблажняется и змие, и верзи от себе. Добрейше ти есть соединим оком в живот в нити, нежели две отцы имущу, в вержину быти в гиену огненую. Блюдите, да не презрите единого от малых сих, глаголюбо вам, яка ангели их на небесех выну видят лице отца моего небесного. Приди, бо сын человеческий, взыскати и спасти погибшего. Прочитаем этот текст вместе в русском переводе. В то время приступили ученики к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Ученики Христовы никак не могли отказаться от иудейских воззрений на Царство Мессии. Отождествляя Его с земными царствами, апостолы желали знать, кто из них какое место займет в этом царстве, а потому спросили Спасителя, кто больше в Царстве Небесном. Видя это и желая преподать своим ученикам урок о взаимоотношениях в Царстве Христовом, Спаситель говорит, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Ученики Христовы никак не могли отказаться от иудейских воззрений на Царство Мессии. Отождествляя Его с земными царствами, апостолы желали знать, кто из них какое место займет в этом царстве, а потому спросили Спасителя, кто больше в Царстве Небесном. Видя это и желая преподать своим ученикам урок о взаимоотношениях в Царстве Христовом, Спаситель говорит, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Архиепископ Аверки Таушев пишет, что этими словами Спаситель как бы говорит, «Всякий, кто с любовью будет относиться к таким малым детям или вообще людям кротким и смиренным, похожим на детей во имя Христова, то есть во исполнении моей заповеди о любви ко всем слабым и униженным, тот сделает это как бы мне самому». Таким образом, кто отрешится от своего воображаемого величия, обратится от честолюбия и гордыни к смиренно-мудрю и кротости и станет таким же малым, как дитя, тот и будет иметь больше значения в Царстве Небесном. Предупреждая верных Ему о соблазнах, которым их могут подвергнуть сильные мира сего, Господь замечает, «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили Ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Сама картина утопающего приводила Иудея в ужас. В труде историка Иосифа Флавия под названием «Иудейские древности» изложено описание галилейского мятежа, во время которого галилеяне утопили всех сторонников Ирода в глубинах Галилейского моря. Сама эта идея рисовала в представлении Иудеев картину полного разрушения и уничтожения. Жерновный камень, упомянутый в этих словах, представлял собой большой мельничный жернов, приводившийся в действие животными. Человек, брошенный в море с таким камнем на шее, не имел никакого шанса выжить. Такое наказание и такая казнь действительно практиковались в Риме и Палестине. Этот образ показывал, какая судьба ожидает того, кто учит грешить других. В этих словах заключен следующий смысл. Кто соблазнит одного из последователей Христовых, тому лучше было бы умереть, потому что соблазном он может погубить душу человека, за которого умер Христос, и, следовательно, совершить величайшее преступление, достойное самого строгого наказания. Священомученик Григорий, епископ Шестимбургский, поясняет. Господь называет три источника соблазна руку, ногу и глаз, и тем обозначает соблазны, происходящие от разнообразных движений тела человеческой деятельности и мысли. Господь указывает один прием борьбы с соблазнителем, отбрасывание внешнего ради спасения внутреннего души. Жива душа, и ты жив. Погибла душа, и в тебе не будет жизни. А потому безжалостно отсекай все, истребляющее душу. Отсекай соблазн, который несет с собой смерть души. Нам же, дорогие братья и сестры, всегда следует помнить, что только совершенное исполнение воли Божией делает человека гражданином Царствия Божия. Если что-либо в нашей жизни мешает нам всецело исполнять волю Божию, насколько бы дорого и необходимо это для нас ни было, мы должны отсекать это. И лишь исполнение воли Божией стоит любых жертв, самодисциплины и самоотречения в земной жизни. Ведь только так мы сможем обрести счастье вхождения в Царство Небесное. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Душа моя, Господь! Продолжение следует...